Всем приветики! С вами Елена Вивас и сегодня я хочу вам рассказать, дорого ли жить в Аргентине. Я вот только что вернулась из супермаркета, разобрала пакеты и решила записать для вас небольшое видео, сколько стоит поход в супермаркет в Буэнос-Айресе. Здесь сразу сделаю поправку, то что живу я в самом дорогом районе Буэнос-Айреса, поэтому и ценники зависят тоже от того района, где вы живете. Я сходила в самый обычный супермаркет, который называется Кото. Кото это примерно категория, как в Испании меркодона или как в России, наверное, можно сравнить с Тандером. Там фирма Тандер, да, магниты они называются, только не те магниты, которые возле дома, а те, которые магниты гипермаркеты, да. Потому что этот супермаркет, куда я сходила, он тоже большой, двухэтажный, там есть все, включая товары для дома и так далее. Ну, наверное, тоже с Керфуром можно сравнить, может быть, ну, может чуть-чуть пониже категория, потому что Керфуров рядом больших нет, здесь Керфуры в центре только, которые у дома, я туда особо не хожу. Вот, этот супермаркет, он ближайший к моему дому, поэтому я туда и хожу. И вот, вот такую вот я накрыла поляну сейчас, да, это то, что я просто смогла донести. Не хватает к обычному набору продуктов, не хватает помидоров, авокадо и такие тут недоогурцы местные покупаю для салатов. Вот, все остальное я смогла дотащить. И вот, сколько же вот это вот все стоит? Хочу сразу сказать, что если бы я вот это все купила в Испании, в супермаркете, в Меркадоне, в Испании, мне такая покупка, я думаю, обошлась бы в районе 80-100 евро. Сколько это все стоило мне в Аргентине? Вот он чек, вот видите, честно, чек этой покупки, вот такой вот он, длинненький, вот их много-много-много здесь продуктов, сколько позиций, не могу сказать. И сколько же это было, вот когда все посмотрим, я вам и скажу. Итак, что я накупила? Я накупила прежде всего, ну вот, средства гигиены, да, для душа, пол-литровая бутылочка Эльсева, бальзам для волос тоже Эльсев и гель для умывания, гель для снятия макияжа Нивеевской марки. И вот это, наверное, пожалуй, было самое дорогое в покупке, которая составила примерно третью часть, поскольку, да, европейские марки, они здесь не такие дешевые, как местные. Хотя, кстати, я вот смотрела тот крем для тела, который я здесь покупала, и рядом стояло молочко для тела марки DAF. И ценники у них были не то, что практически одинаковые, а вот аргентинское было даже немножко подороже, с учетом, что еще его там меньше, бутылочка поменьше. Так что даже я тут не могу сказать, что дешевле покупать европейские марки или аргентинские, потому что очень есть хорошие аргентинские марки ухода за телом. Ну, это вот понятно, что масс-маркетовские, там, для волос и так далее, а для лица я использую другие, пока еще привезенные у меня с Европы с собой есть. Вот это вот самое дорогое, что было сегодня в моей покупке. Ну, и продукты я купила, вот здесь у меня есть фрукты, овощи, мясо, молоко, яйца и так далее. Сколько же это мне все обошлось. Давайте вот постепенно смотреть, как я из пакетов все это распаковывала. Что я купила? Я из фруктов купила бананы. Купила вот такой вот мешок красных яблок. Немножко купила зеленых яблок, я их для салатов использую. Ну, давайте про красные яблоки посмотрим. Вес полтора килограмма. И вот эти вот полтора килограмма стоят, в переводе с аргентинских песо на всем понятные деньги, да, на доллары или на евро. Сейчас они примерно одинаковые. Вот полтора килограмма яблок стоит один доллар. Зеленые яблоки по такой же цене. Нет, вру, эти на развес. Здесь у нас доллар за полтора килограмма, а зеленые яблоки на вес, если брать, они по одному доллару за килограмм. Так, я набрала яблоки, бананы. Взяла в початках кукурузку. Очень люблю ее. Мы на завтрак ее готовим. Вот, она стоит, если за килограмм цена, здесь 350 песо. 350 песо это примерно рубль 30 в долларах, во всем понятном. Купила вот такой мешочек киноа. Киноа, кстати, вот мне очень удивляет, что киноа здесь дорогой. Вот, каких я его тут уже пыталась искать, и в специализированных магазинах вот решила сегодня взять на вес. Думаю, ну может хоть на вес дешевле будет. Не, нифигашечки. 3,5 евро за килограмм. А 1000 песо, да, если в аргентинских говорите о деньгах, на вес вот я покупала 1000 песо за килограмм. Купила лук, чеснок, потому что он мне всегда нужен, как в любой семье. Купила две упаковки мяса. Вот, я купила, это обе упаковки, это говядина, это особуко, особуко, такое говядинка на кости. И купила вот такие вот бифштексы. По-испански это здесь, по-аргентински, да, в Испании другая номенклатура у мяса идет. По-аргентински это биф де чорисо. Ну, такая вот, такое оно прям мягенькое-мягенькое. Я думаю, что я из него буду бифстроганы готовить. Вот, сколько же стоит мясо? Ну, давайте начнем с особука. То есть, будем понарастающей, потому что особука, оно из-за того, что на кости, но кость, как вы знаете, оно всегда вкус дополнительный придает, вкусненький. Вот, поэтому я сегодня первый раз особука покупала, буду готовить. Вот, пока тут готовилась, кстати, записать видео, уже посмотрела рецептики. Мне нравится, практически можно готовить, как бычьи хвосты. Итак, особука, вот таких вот два больших медальона. Вот можно посмотреть ценник. 472 песо, да, это меньше 2 евро. Если переводить на килограмм, то килограмм стоит 670 песо. 670 песо, то есть 600 песо, это 2 евро. Соответственно, килограмм где-то 2.20. Ну, даже в большую сторону будем округлять. Ну, пусть даже 2.500, 2.50 евро за килограмм вот этого шикарного мяса. Хвосты в Испании я покупала по 13 евро за килограмм, и костей там значительно больше. Да, есть разница. 2.50 округлила в большую сторону. Так, на самом деле, это 2.20 стоит. И по 13 я покупала бычьи хвосты в Испании. Вот так вот мы живем в стране третьего мира. И вот эти вот прекрасные стейки, бифстроганы, наверное, все-таки, бифы здесь. Назовем их будущие бифстроганы. Потому что я их покупала, чтобы приготовить бифстроган. Это уже мясо без кости, поэтому оно дороже. Это естественно. Вот. И оно стоит, если говорить, переводить ценники в килограмм, за килограмм 1300 песо. 1300 песо делим на 300. У нас это получается, если округлим в большую сторону, то за килограмм вот эта говяжья мякоть получается 4,5 евро. 4,5 доллара. Смотрите, оно такое сочненькое, свеженькое. Просто вот сырое бы съела. Вот. За вот эти две упаковки мяса я отдала... Ну, кстати, получается 4,5 евро за вот эти две упаковки мяса я отдала. Так, что я еще купила? Накупила очень много разной молочки. Это вот сливки для приготовления. Вот эти здесь рекомендуется для салатов. Первый раз вот это вот купила. Ливанские сливки. И вот здесь рекомендуется соус для салатов из них делать. Это обычные сливки для приготовления я купила. Вот. Купила рикотту. Рикотта. Ну, это, в принципе, я ее уже покупала. Я купила этой марки классненько вместо творога. И это крем. Крем такой, который он добле, то есть двойной жирности. Вместо сметанки, короче, я купила. Завтра на завтрак буду смешивать. Будет у меня творожок со сметанкой. Такие вот классные, очень вкусные. Кстати, кто здесь в Аргентине живет, очень рекомендую. Уже я пробовала вкуснячий такой в стеклянных баночках йогурт с персиками. Персики на дне. Сам йогурт не сладкий, очень диетически вкусный. Тоже вот бомба для завтрака. Две баночки такого йогурта. Потом купила йогурт питьевой, причем не самый дешевый. Это вот активия, да, которые самые полезные. Вот, покупаю я молочку здесь в мягкой упаковке. Вот я еще купила 2 литра молока, потому что есть специальные графинчики пластиковые. Туда вот так пакетик ставишь, и он удобно хранится. Вот, купила я вот такую вот рикотту для приготовления. Первый раз я купила это рикотта с кремом, то есть со сливками. Буду сейчас готовить соус. Буду готовить соус вот для вот таких вот ньокки, картофельные ньокки. Это свежие, которые в холодильнике продаются в супермаркете. Вот так сейчас буду экспериментировать. Вот, ну яйца, конечно, куда же без них. Я же диетолог, и для завтрака яичница с зеленью очень классно. Не знаю, показывала уже нет. Вот тут килограммчик иноха у меня. Я не помню, как это называется по-русски, поскольку в России я это никогда не покупала. Поэтому название не знала. Вот такие вот классные корешочки. Очень вкусно их добавлять, кстати, в утренний омлет. Их вот здесь два этих корешочков. Килограммчик. Килограммчик стоит меньше одного евро. И, кстати, видела здесь в одном магазине в два раза дешевле. Меня очень удивило, потому что тот магазин вообще-то дороже должен быть. Что я еще накупила? Ух! Ну вот у меня здесь сладкий перец. Нашла такой, который по вкусу приближен к тому, что мы ели в России. В Испании я не находила таких перчиков. Это перуанские перчики. Ой, пахнут. Просто что-то невероятное. Их очень классно, как в супы добавлять. Так вот так вот разрезаешь. И потом можно вот такую вот начиночку из рикотты сделать и зажарить. Бомба! Вот. И купила вот таких два огромных пучка зелени. Это мангольд. И он стоит, видно, не видно, 119 песо. 119 песо это примерно 40 сантимов. 40 сантимов от евро, да. 0,4 от евро. Такой огромный пучок свежей листики. Очень-очень хороший. Я его в супы добавляю, я его в омлетики добавляю. Но очень рекомендую. Самый полезный завтрак это омлет с зеленью. И вот такой огромный пучок шпината. Тоже, видите, меня за ним практически не видно. Тоже весь свеженький. Все листики хорошие. И он стоит, и он стоит вот такой пучочек. Расправляю ценник тут. Опаньки! 99 сантимов. Это 30, ой, 99 песо, да, этих аргентинских тубриков. А если переводить в доллары, в евро, это 30 сантимов. 0,3 от доллара или от евро. Вот такие огромные пучочки. И вот за все вот это вот разнообразие и изобилие, которое я здесь купила. Еще раз напомню, что очень достаточно большую часть составили шампунь и так далее. Вот он большой-большой-большой цень. Этот чек из супермаркета. Итого 8 тысяч 620 песо, аргентинских тубриков. Пусть вас это не пугает. Если округлять в большую сторону, по тому курсу, по которому мы вчера меняли, вчера мы что, доллары, да, меняли, в долларах, это получается 30 долларов. Я заплатила вот за вот это все зелень, молочку, мясо двух видов, овощи, фрукты и косметика, включая тут яйца и свежеприготовленная паста итальянская. Вот за это все я заплатила 30 долларов. Вот так вот дорого жить в бедной Аргентине, в стране третьего мира. Вот это как раз мой ответ на вопрос, кто спрашивал, сколько стоит жизнь в Аргентине. Можно ли покупать дешевле? Да, можно. Если ходить во фрутерии, да, вот боливийцы держат фрутерии, и если это будет в недорогом районе, фрукты могут быть даже в два раза дешевле. Здесь у нас в Палермо, во фрутериях фрукты, овощи дороже, чем в других районах Буэнос-Айреса, примерно в два раза. Вот, вот так вот жить в Аргентине. Так что, какие у вас еще есть вопросы, да, пишите там в комментариях. А самое, что интересно, мне было бы почитать, сколько вот такой набор продуктов будет стоить в вашей стране. Пишите, из какой вы страны, и сколько у вас стоит вот такой вот набор продуктов с молочкой, с мясом, с овощами, с фруктами, с необходимыми средствами гигиены и так далее. Все комментарии, вы знаете, я читаю и отвечаю всем даже хейтерам. Всем пока-пока, с вами была Елена Вивас, вещающая вам из Аргентины. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал и ждите новых выпусков.